привет мои друзья очень холодно сегодня 6 мая 2023 года подмосковье примерно 2 или 3 градуса тепла на самом деле ощущается как ноль почти ну холодный ветер и вот ребята до анализирую ваши комментарии ваши рассказы о службе в советской армии в афганистане в частности много ребята пишут и вот один парень интересный момент написал что что многие командиры они выходят на связь то есть в интернете раз иногда солдат бывший сержант находит своих офицеров раз увидел по фамилии потом пишет а товарищ капитан или товарищ майор вот помните я с вами служил и в ответ тишина и человек командир бывший офицер не выходит на связь и я вот утром то подумал сюда они как бы не хотят с нами разговаривать со своими солдатами но сейчас до меня дошла мысль что скорее всего это слишком категорично будет звучать вот видите старое дерево она уже ни с кем не хочет говорить да и не может она уже ни с кем говорить она уже ничего не помнит и вот если предположить что наши пожилые уже очень пожилые офицеры наши командиры им уже наверное некоторым по 70 лет может даже по 75 лет даже я не исключаю что если нам почти 60 а им по 80 лет уже если там кто-то были командиры батальонов на 15 на 20 лет старше нас конечно не нас просто физически они нас не помнят пацаны своих солдат поэтому простим и и сейчас я еще смотрю некоторые фильмы признаки деменции или деменции не знаю тоже очень интересно все там написано врач рассказывает о это что у пожилых людей сейчас особенно очень много вот таких признаков деменции человек имеет несвязную речь забывает вообще как идти домой как будет идти там к другу к своему ну поэтому чё удивляться что наши командир офицеры нас не помнят и если вы помните возможно где-то промелькнуло что я нашел своего своего друга вернее один парень мой курсант подсказал что нашел ведь к вы про которую я писал в романе рядовой для афганистана он нашел да действительно так живет на алтае фамилии не буду сейчас называть его страничка и в одноклассниках руководит его жена и вот я добавился к ним друзья но ноль эмоций то есть меня в друзья не добавляют возможно жена ведет его страничку а сам виктор как он себя чувствует как он поживает может он болел может он не помнит ничего поэтому я сейчас так подумал но собака к нам идет серьезная вот поэтому обижаться то ребята бежать это смысла нету потому что время летит время идет и наши друзья наши командиры они они не помнят нас просто они возможно забыли некоторые нюансы потому что у меня тоже такая ситуация где-то я помню а какой-то выезд вообще не помню то есть поэтому мы просто с благодарностью и с хорошей памятью должны относиться к нашим товарищем так далее так далее еще вспомнил такой момент все-таки вот как болели офицеры и солдаты в афганистане совершенно разный подход и сейчас я вспомнил что офицерам позволялось употреблять водку водку в афганистане это не запрещалось ну что у каждого офицера который ну как бы не прочь был немножко заворотник заложить стояла в тумбочке бутылочка водки именно водки хороший качественный которую покупали в кабуле или который друзья привозили из союза ну там экспортная водка была золотое кольцо литровая бутылка кажется а нам солдатам было категорически запрещено употребление спиртных напитков в афганистане и его здесь видимо есть своя тайна но поговорим об этом в следующий раз и в самом конце вот этого видео я сейчас только что выходил из дома осмотрел документальный фильм новую пойдемте тихонечко осмотрел документальный фильм о том как опять снимали вызов вот эти наши актриса юлия потом дед режиссер ой как было интересно какой фильм получился необыкновенный и вот я пытался понять вообще что эти люди рассказывают я не так и не понял для чего нет фильм сняли то есть скорее всего до потратили деньги но это уже все уже обсудили очень не пойду я на этот фильм не под каким и не гретом в общем такие дела все ребятки это все что я хотел вам рассказать в этом видео смотрите снег мелкий снег пошел тверскую область запорошила снегом ленинградская область тоже под снегом очень 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 много всего да кстати спасибо дедушке ленину за то что он в кавычках спасибо за то что он придумал украинскую сср видимо по по наставлениям польских и немецких генералов банкиров скорее все немецких то что вот с этого момента и началось разделение украинского и русского народа то есть придумали просто придумали учредили украинскую советскую социалистическую республику это вообще сейчас это таман таманские таманские земли крым это все что русские освободили русско-турецкая война была не было там никаких украинцев всегда была российская империя так что вот этот ленин который очень-то о снег идет который не был даже ульяновым но сейчас версия такая открывается что он все-таки тогда тут владимир ульянов он погиб умер когда в нему в него стреляли террористы когда он приехал поздно вечером на завод там конечно не каплан никакая стреляла другие люди там очень заговор был организован свердловый но и другая история здесь на сегодня пока все пацаны спасибо за внимание пишите комментарии ребята ну и не забывайте поддерживать канал как сейчас это модно говорить давайте все нормально снег честно засыпет до солнце снег